Добрый день, друзья! Сегодня мы снова вместе с вами. И у нас на повестке очередная интересная тема для дискуссии. Мы для этой темы пригласили очень особенного для нас гостя, потому что этот человек не только близок к нам идеологически, так сказать, идеально, но и близок к своему внутреннему, так сказать, мировосприятию. У нас сегодня в гостях известный блогер. Вы, я уверена, все её прекрасно знаете. У неё есть чудесный канал на YouTube. Он называется Светлана Аполлонова. И есть ещё группа в Facebook и Честно, главное. Там тоже очень много интересного материала Света постит и очень, так сказать, всеобъемчиво. По нынешней актуальной повестке, которую мы рассматриваем периодически. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте, Юля! Спасибо большое за рекламу. Но я правда думаю, что слухи о моей известности несколько преувеличены, но всё равно спасибо. Я уверена, что наши подписчики все прекрасно Света тебя знают, потому что очень много у тебя классного, интересного материала и много интересных и классных гостей ты приглашаешь постоянно к себе на интервью. И Гундарова, и Катасонова, и Свету Драгана, и Пламена Паскова. Все мы их прекрасно знаем. Это достаточно именитые эксперты. Поэтому ты в этом смысле просто молодец. Я уже, кстати, сама тебя давно смотрю и сама являюсь твоей фанаткой, честно сказать. Поэтому для меня уже сегодня большая честь с тобой пообщаться лично и задать вопросы. Давайте создавать видестала. Я очень рада познакомиться и пообщаться со своими подписчиками. И мне как раз очень приятно, что мы с вами на одной волне. И для меня, наверное, вот как раз кто мои подписчики – одна из важнейших задач. И мне очень приятно, что собралась прежде всего думающая. Ну и человечная аудитория. Во всяком случае, большая часть ведро, за что всем огромное спасибо. И вам в том числе. Сегодня мы… У нас сегодня девичник. У нас сегодня трое. Сегодня с нами еще Олеся. Это мы создали канал «Быть человеком» на Ютубе. У нас есть группа в Фейсбуке «Пробуждение человека». Подписывайтесь на них. Мы вас там ждем. И Олеся, привет. Поздоровайся. Привет всем. Спасибо, Света, что согласилась сегодня с нами побеседовать. На самом деле, с Юлей думали, кого же пригласить, и решили, что наш единомышленник – это Света Аполлонова, однозначно. Потому что это человек светлый, на самом деле. Смотри, про свой загар, да. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Вот смотри, мы говорим уже давно с Юлей, вот пришли к тому, что пора уже всем выходить из негативного инфополя. Ну, на самом деле. Потому что, когда мы там варимся, вот в этом котле с инфотравой, то мы играем по чужим правилам, на чужом поле и по чужим законам. И никогда не сможем выиграть. Это однозначно. Пока мы будем обороняться, мы ничего не строим своего. Ну, вся энергия тратится на эту борьбу постоянно. Причем, чем больше мы боремся, тем кажется, что нас все больше и больше окружает врагов, они все злее и сильнее, на самом деле. Вот мне кажется, что мы все вот за эти полтора года прошли, ну, плюс-минус одинаковые этапы. Кто-то быстрее там осознал что-то, кто-то прозрел раньше, кто-то позже, кто-то до сих пор еще не все понимает. Вот расскажи вот о себе, потому что ты гостям задаешь вопрос, а нам это интересно, вот именно твой личный путь. Как ты пришла, с чего ты начала вот полтора года назад, да, вот когда-то все случилось, и вот на сегодняшний день по взгляду. Ну, на самом деле, мой канал начался не полтора года назад, просто полтора года назад это стало заметно, скажем так, опять же, в связи с определенными событиями. На самом деле, канал я свой веду с 2018 года, как раз именно в 2018 году, скажем так, я вышла в активное политическое поле, участвовала в избирательной кампании здесь у нас в Ярославле, участвовала тогда вот в протесте по пенсионной реформе. И так получилось, что как раз, допустим, у нас в Ярославле, да и не только в Ярославле, и в Москве, если вы помните, когда были протесты, практически никто из официальных СМИ не освещал эти события. То есть вот тысячи людей выходят, люди протестуют, а инфополе абсолютно спокойно, да, как будто ничего нет, как будто ничего не происходит, как будто все счастливы и рады, что им поднимают пенсионный возраст. Вот, и я тогда еще просто на планшет это все снимала, попросила, чтобы мне установили программу попроще, которую я там монтирую, да, и начала просто освещать. То есть вот я бы так сказала, причем даже это началось не с пенсионной реформы, а еще мусорная так называемая реформа была, да, когда вот нам мусор повезло. И, собственно, первый митинг я точно также сняла на планшет и выложила, скажем так, вот, началась больше даже как журналистская работа, это были такие репортажи с места событий, поскольку действительно сами журналисты об этом молчали. Вот, то есть путь мой начался так. И на самом деле я, может быть, как раз и не планировала, что это станет моим основным занятием, да, то есть на тот момент я была без работы, вот. Но я, опять же, пройдя путь вот избирательной кампании, много чего для себя почерпнула, потому что то, что мы видим в эфире, то, что мы видим в внешнюю оболочку, зачастую, то есть точнее, как правило, не отражает того, что происходит внутри процессов и вообще на что там ориентированы, да. Вот, поняв, пройдя эту школу, я, ну, для себя приняла решение, что, наверное, стоит во всем том, что происходит вокруг, разобраться, какие силы действуют, за кого, против кого. Я какое-то время искала работу на других каналах, потому что, ну, я не понимала, как здесь можно работать и зарабатывать, да, а жить за бесплатно. И я поработала месяц на Сталинграде, тоже так познакомилась с их работой, с их методами работы, да, вот. И, в общем, решила, что все-таки буду делать свой канал, нигде мне так хорошо не будет, как у себя. И самое главное, что здесь я могу самовыражаться на 200 процентов, говорить все, что думаю, все, что хочу, да, никто меня не смонтирует, никто не вырежет, ничего, вот, кроме меня самой. Ну, и вот так, и, собственно говоря, два года это была такая вот работа по раскрутке канала, я бы сказала, да, и даже в январе 20-го года мой заработок составлял 48 долларов. А кто знает на Ютьюбе, то зарплату перечисляют после того, как ты 100 долларов заработал. Ну, вот с февраля месяца началась вот эта кампания, известная всем, да, и международная в том числе. И, естественно, естественным образом, я для себя считала тогда естественным выступить на стороне тех, кто против ограничительных мер и против, прежде всего, беззакония, беспредела, да, то есть не против, понятно, что существует болезнь, понятно, что существуют определенные правила поведения, но было сразу заметно, что медицинский фактор и сама болезнь, она перестала быть просто медицинской проблемой, а, в общем-то, изначально была политической проблемой и средством манипуляции. И сегодня, как мне кажется, продолжает быть средством манипуляции масс и, самое главное, раскола. По большому счету идет передел, передел мира, передел сверхъяний, передел бизнеса, вот, но людей используют по полной, людей пугают, и здесь нет такого, что вот две группы преследуют цели. Здесь много групп, и каждая преследует свои цели, каждая использует вот этот вот, вот этот громкий повод для своих целей, да, вот, то есть в какой-то момент, на самом деле, когда я в это во все ввязалась, ну, я изначально могу сказать, что, наверное, не могу считать себя, ну, каким-то вот правильным блогером, что ли, да, то есть я сама себе часто ставила такие задачи. Я видела, что блогеры между собой часто выясняют отношения друг на друга. Я сразу себе сказала, что я этим заниматься не буду. Я, естественно, прекрасно понимала, что бери хайповую тему, говори, что хочешь, любое мнение, чем одиознее оно будет, чем оно будет невероятнее, тем больше, чем больше подписчиков, тем больше хайпа, вот, мне это тоже прикинуло, то есть, как бы, у меня принцип такой, относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе, да, и, соответственно, если тебе что-то не нравится, не делай это сам. То есть я вот для себя сразу такие параметры выставила и исследовала, исследую, хотя, конечно, бывает тяжело, бывает хочется хайпануть, думаешь, ага, вот какой-то путь, раз высказал, и сразу куча просмотров, и сразу какая-то копейка капнула, и вроде как хорошо. То есть если мы будем разбираться, если здесь серьезно в этой теме разбираться, то тут нет, каждый случай уникальный. Понимаете, кто-то работает за зарплату, кто-то работает, потому что другой работы нет, а это сегодня единственное средство дохода, да, вот, кто-то действительно хочет донести какие-то истины, прежде всего хочет сам познать, да, не то чтобы является там источником истины, да, он прежде всего сам хочет познать. Вот я, наверное, отношусь, не наверное, я точно себя отношусь именно к этой категории, и я всем своим подписчикам говорю, что это мой путь. Это вот сейчас, по прошествии этих лет, я могу сказать, это мои университеты. Я за прошедшее время столько всего узнала, столько всего поняла, осмыслила, с такими замечательными, не очень замечательными людьми разными познакомилась, да, это такой опыт, такой багаж, что ни один университет, ни одна книжка мне такого не даст, конечно. В связи с этим вот у меня возник такой вопрос. Ну вот хорошо, вот мы имеем феномен, да, блогерство, вот мы имеем людей, вот блогеров, имеем инфраструктуру соответствующую, да, для занятия этим делом. Так, но мне кажется, что наше общество до конца так и не определилось, кто такой блогер и какую функцию он вообще несет в инфополе. То есть что это? Средство массовой информации или способ манипуляции, или способ формирования общественного мнения, или способ собирать это общественное мнение и транслировать там дальше, так сказать, обратную связь собрать. Вот, по-твоему, Света, кто такой блогер? Какие у него цели и задачи? Что это, что этот феномен, как бы, вот в социальном, таком общественном варианте, что он из себя представляет? Как ты думаешь? Ты знаешь, я вот, честно говоря, не могу сказать. Я сама, мне кажется, здесь нет однозначного ответа, просто потому что ты сама перечислила те сферы, в которых работают, и всегда может, и кто-то работает так, кто-то, ну, то есть, мне кажется, сейчас это ещё такая новая сфера вообще для всех нас, да, я имею в виду вообще вот интернет, YouTube, и вот эта вот возможность выразить своё мнение, свои отношения, да, на сегодня месте каждого. Вот, это ещё только формируется, тут даже, собственно говоря, даже нет каких-то правил, что можно делать, чего нельзя делать, да, и поэтому, мне кажется, сейчас как раз идёт процесс формирования и кристаллизации, а во что это может вырасти, причём я думаю, что это может, опять же, разветвиться и в несколько направлений, даже что такое журналистика, журналистика бывает разная, да, бывает, когда мы просто делаем репортаж и информируем людей о чём-то, да, а есть расследовательская журналистика, есть исследовательская журналистика, то есть это же тоже разные. Я изначально, я всё-таки, знаете, я в детстве мечтала быть журналистом, я даже в своё время в МГУ на какой-то журналистике поступила, но так у меня обстоятельства сложились, что я не поехала учиться в Москву, это там 90-е годы как раз были, вот, и я здесь на самом деле, наверное, вот оказавшись в этой ситуации, я решила, почему бы, вот, у меня случилась такая ситуация, что по той профессии, по которой я работала, я не могла найти работу, я стучалась в эту дверь, но эта дверь всё время закрыта, вот, и я подумала, что может быть не стоит стучаться в закрытую дверь, может быть где-то есть открытая дверь, и я вот поняла, что может быть мне стоит вернуться к давней мечте и стать журналистом, не блогером, а именно журналистом, да, но вот как способ выражения, я для начала, я начала на самом деле писать статьи. Я писала статьи на патриотическую тему, я писала рассказы о своих путешествиях, и потом всё-таки вот решила сделать видеоблог, как вы теперь видите, я, собственно говоря, только видео и занимаюсь, я забросила эпистолярный жанр. Ещё раз говорю, я здесь, наверное, всё-таки, вот изначально себе задачу ставила просто вот то поле, которое было полностью, замалчивалось в прессе, да, я просто решила вот заполнить собой, но кто-то же должен делать, если все молчат, кто-то же должен об этом говорить, да, вот, потом со временем всё-таки это вот стало нарастать, и я сама себе другие цели уже ставила, что я хочу вообще донести, чего я знаю, что я сама понимаю, за что я борюсь, да, и вот вы сами видели, что я в какой-то момент изменила политику канала, поняв, что на самом деле, хоть и действуя честно, действуя искренне, я в какой-то момент поняла, что на самом деле я действую в интересах определённых групп, и насколько это вяжется уже с моими личными интересами, интересами моих зрителей, это большой вопрос. То есть, и кто такой блогер? Ну, сегодня, наверное, это выразитель, ну, прежде всего, это выразитель мнения, а вот своё это мнение или чужое это мнение, это уже вопрос индивидуальный. Тут кто как работает? Кто-то высказывает своё мнение, кто-то высказывает чужое мнение, играя на аудиторию, да, кто-то вообще никакого мнения не высказывает, а именно занимается манипуляцией, хайпом. Мне кажется, сегодня такого точного определения нет. Вот что, вот на своём канале, я недавно как раз вела беседу с очень интересным человеком, возможно, он вам знаком, Геннадий Семёнович Чурин. И он как раз сейчас сидит и пишет кодекс чести блогера. То есть, вот он уже написал кодекс чести, криэльный кодекс чести России 21 век, рекомендую посмотреть, особенно мужчинам. Вот. И кодекс чести блогера он сейчас пишет. И я говорю, ну, мы с ним в приватном беседе разговаривали, я говорю, а почему только блогера? И блогеры тоже бывают разные. Ну, вот он говорит, вот блогеры, не понимая, начинают разрушать общество, начинают какие-то такие нехорошие тенденции, могут проводить, да. Я говорю, но ведь и блогеры бывают разные. И также другие пользователи могут блогеру такое писать, и никто сегодня не несёт ответственность, да. То есть в ответ может лететь всё, что угодно. Человека могут опорочить, могут оклеветать. Всё, что угодно сделать, никто наказание не несёт за свои слова. Я говорю, может быть, изменить и всё-таки написать кодекс чести пользователя интернета. Вот я лично сразу начала выступать от собственного имени. И я, потому что я должна нести ответственность ровно за то, что я говорю, да. И если я где-то вдруг стала говорить что-то не то, я должна объясниться зрителям, почему вдруг я изменирую свою точку зрения. Вот. И мне кажется, было бы честным, да, то есть я не прячу своё место, да, я не прячу своё имя, я не прячу своё место жительства. И я, соответственно, жду того же от своих пользователей. То есть если вы критикуете, если вы что-то вам не нравится, пожалуйста, будьте любезны. Вот я лично считаю, что в дальнейшем наш интернет должен быть персонализирован. Хочешь выражать свою точку зрения, критическую точку зрения, ради бога, не вопрос, ты свободен. Только будь любезен идентифицироваться. Вот вы сегодня выступили, Юля, Алиса, под своими именами, вы себя идентифицировали. Вот так же все пусть идентифицируют себя, пусть вывесят исключительно свою фотографию, на свою аватарку, да, и, пожалуйста, я буду с удовольствием вести диалог с этими людьми. А все те, кто прячется за анонимностью, ну, извините, мы сегодня кладем стукачество, вот стукачество самое натуральное, и безответственность. То есть если раньше человек, если вот глаза в глаза человек говорит, и он понимает, что если он что-то скажет, ему просто в зубы заедут, да, и с ним разговаривать не будут, и руку не подадут, то здесь человек может говорить то, что угодно, любые гадости, писать любые оскорбления, писать доносы друг на друга, писать очернительство работодателя, допустим, да, ну, то есть вот к вопросу о том, что, да, у нас сегодня такая, в массах такой вот линии, что работодатель всегда плохой, а работник всегда белый и пушистый, и работнику всегда мало платят, а работодатель все время скряно, но это не так, правильно? И работодатели бывают разные, и сотрудники тоже бывают разные, я бы человек, который работал до этого в подборе и оценке персонала, много про это знают. Вот мне кажется, нам сегодня всем не хватает, мы слишком всегда устремляемся, когда в какую-то одну крайность, и вот нам, у нас все время полярные точки зрения, полярные мнения, вот чего мне сегодня не хватает, и почему я упомянула Чиолина, Геннадия Семеновича, вот он говорит о троичности, о триологии, о диалогии, о триологии. Мне сегодня тоже, наверное, не хватает какой-то, может быть, нейтральные, или другой точки зрения, не полярные, а вот того, что нас объединяет. Мы сегодня, к сожалению, все время находимся в процессе разъединения, в процессе определения, свой-чужой. Причем все разговаривают на разных языках, вот мы, в смысле, на одном и том же, но в понятие вкладывают разные смыслы. И я зачастую, вот я общаюсь с людьми, и я вижу, что люди говорят об одном и том же разными словами, они не могут договориться, они спорят, они друг с другом спорят, не могут договориться. И вот тут вопрос в том, что даже мы выходим со светлыми, хорошими мыслями просвещения, борьбы за справедливость, там еще что-то, да, за наши права, но если мы не договоримся, если мы между собой не можем договориться, если мы сами себя друг друга не слышим, то как мы вообще планируем объединить разных людей, люди разных, разных конфессий, разных вероисповеданий, разных национальностей, разного воспитания, с разным жизненным опытом, с разным опытом работы. Вот как мы планируем объединить всех этих людей, если мы, во-первых, не видим этого многообразия, мы все время людей на кучки делим, да, и самое главное, мы не ищем вот именно этих точек соприкосновения, чтобы мы разговаривали на одном языке. Вот я считаю, что у нас сегодня это главная проблема, и это как раз всегда используется против нас. И мы сами против себя зачастую работаем, не осознавая этого. Вот я лично считаю, что какое-то время я именно там действовала, к сожалению. Оправдывает ли меня то, что я это делаю искренне? Ну, наверное. Но в тот момент, как вы это осознали и продолжаете это действовать, значит, вы уже соучастник зла. То есть вы уже осознанно творите зло, если вы не останавливаетесь. Вот я с тобой, Свет, абсолютно согласна. Дело в том, что я журналист по профессии, на самом деле, и полтора года назад, когда начались эти массовые манипуляции вот с сознанием, они были до этого, естественно, мы живем вообще в мире манипуляций, но полтора года назад и стали действовать очень нелогично, медиа, причем все как один, потому что когда нас учили, есть кодекс журналиста, кодекс блогера, я думаю, что тоже однозначно надо принимать, потому что какие-то основные понятия блогер тоже должен и какие-то принципы все-таки своих каких-то придерживаться, за которые он потом несет ответственность. Потому что, действительно, блогер, как и любой журналист, они уже стали формировать общественное мнение. Они стали такими даже лидерами общественного мнения, так как в любой журналистике формируются. Сейчас блогеры это делают. Так вот, поэтому, когда полтора года назад все СМИ стали делать противоположно то, чему нас учили на факультете журналистики, причем за это даже наказывали уголовную ответственность, что если случается какая-то массовая разбериха, еще что-то, катастрофа даже, то все СМИ должны быть направлены на то, чтобы не сеять панику, успокаивать любыми способами. Помните, когда взорвался Чернобыль, потом обвиняли, да, чтобы они там скрыли, а на самом деле со стороны СМИ они сделали очень правильно, они дали вот эту возможность осесть ступени, они там спецслужбы, там какие-то службы работали, но вот этой паники не было, потому что паника порождает только хаос и не разберих, ничего хорошего с этого не будет. Поэтому в Советском Союзе работали именно по этой схеме. Когда полтора года назад абсолютно все СМИ поменяли повестку, из какого-то там, знаете, еще ничего по большому счету не было, а раздули там уже вселенский какой-то пожар, было понятно, что это манипуляция очень большая. И мы все поддались, я вот честно скажу, что я тоже думаю, боже, это же надо информировать, это же надо кричать, трубить во всех колокола, что творится, люди, посмотрите, очнитесь. И вот этот этап, что ты правильно-то говоришь, мы прошли вот этот этап, да, какого-то там, мы должны рассказать, мы не можем молчать. Потом люди застряли, вот мы правильно говорили за кадром, да, вот люди застряли в этом этапе всеобщей как бы информированности. И до сих пор люди не могут понять и выйти, что они сами себя обрекли вот над вечное военное действие с невидимым там каким-то врагом. И чем больше они сидят в этом негативном инфополе, тем больше они ничего для себя не делают, они тратят энергию впустую, вот на самом деле. И вот мне кажется, блогеров здесь огромная, наверное, ответственность лежит на блогерах, вот потому что таких блогеров, как ты, очень мало. Я вот, честно говоря, даже не могу там, ну, по пальцам одной руки могу вспомнить людей, которые вот сейчас проталкивают какую-то позитивную повестку. На самом деле основная масса, они готовят себе какой-то плацдарм для будущего там, кто на политической арене, кто еще на какой-то общественной там деятельности. Блогеры, некоторые просто зарабатывают деньги, им все равно на какую тему там сегодня рассуждать. И мне кажется, что это даже опаснее, чем официальные СМИ, которые мы привыкли, они все время нам врут, и мы всегда с недоверием уже последнее время к ним относимся. А вот блогерам люди верят, потому что, ну, как бы они дают немножко другую повестку, и люди не различают потом, что блогеры также могут манипулировать их общественным мнением. И также, ты правильно сказала, многие блогеры, они работают на кого-то, на дядю, на тетю, проталкивают чью-то там повестку. Многие даже не соображая, что они делают, ну, вот просто по незнанию, там, не знаю, за корыстных каких-то целей они тоже там вводят заблуждение. Это очень, на самом деле, очень опасно. Ну, ты знаешь, во-первых, вот сейчас так немножко прозвучало, что вроде как блогеры ответственны, то есть они должны быть вообще, я лично за то, чтобы ответственность несли всех, и блогеры, и не блогеры, и пользователи в том числе, да. Вот наблюдая за всей инфосферой вот нашей, да, неважно даже телевизор это или интернет, давайте так вот посмотрим, что сегодня спрос рождает предложение. Вот сегодня, к сожалению, основная масса ведет себя как потребители. Это своего рода тоже развлечение, но на политическую тему. Вот нам неинтересно кулинарный блог, да, ведь, опять же, блогер, мы сейчас говорим чисто о политическом направлении. То, что интересно, а политика интересуется 15% населения, а 85% сидят котиков смотрят, сидят, учатся чего-то готовить, там, рыбалка, какие крючки купить, еще чего-то, да. То есть вот интернет, мы, интернет очень сильно нас всех канализирует, то есть идет четкая направленность, так, эти о политике, эти о болезни, вот они все здесь, и мы им будем показывать и рекомендовать только эту тему, никаких котиков, никакой кухни, ничего, да. Вот, то есть, понимаете, и у людей все время идет сужение, 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 их поле зрения, вот, и они все время, и им подтягиваются единомышленники, они все время друг с другом, им кажется, вот же, нас же так много, ну мы же тут все, раз выходим на все, давайте на митинги, давайте все, завтра приходим. Раз приходишь, три человека, потому что тебя, вот, 15 тебя посмотрело, три решили прийти, а 85 тебе вообще не знают, а тебе кажется, что о тебе говорит весь мир, да. Вот это и есть такая ловушка. И сегодня надо говорить, что весь интернет устроен именно так, нас канализируют и радикализируют в этих каналах, то есть ведь сначала нас канализируют на какую-то тему, да, потом в этих каналах нас разводят по разные стороны, то есть мы становимся более радикальными, где-то такая радикализация. И в какой-то момент человек уже вообще подвержен одной доминантии, и вот я уже своим зрителям рассказывала, мы беседовали с психотерапевтом, врачом Алием Хасаевым, он как раз говорил, когда мозг человека подвержен одной доминантии, то есть этим человеком легко управлять. То есть прежде, чтобы нами, никакого манипулировать, чтобы нами было сложно манипулировать, у нас как раз должен быть широкий горизонт, чем шире, тем лучше. Мы должны расширять границы своего видения, да, скажем так, и понимание, не просто видения, а понимание ещё того, что происходит. Вот, и должны слушать разные мнения, не только полярные, а вообще другую точку зрения, и взвешивать их, сопоставлять и делать какие-то свои выводы. Вот, мне кажется, сегодня этому должен учиться каждый, и блогер, и журналист, и пользователь. У нас сегодня зачастую такое пользовательское отношение. Понимаете, люди слушают, вот я по своей работе вижу, то есть вот люди большинство слушают, ну, послушали и забыли, послушали и забыли. То есть не происходит прогресса обучения какого-то, то есть, точнее, оно происходит, но очень маленькая, заинтересованная, мотивированная, высоко мотивированная группа людей. А основная масса потребляет контент. И, по сути дела, если мы говорим о заработке, то, конечно же, блогер получает с основной массой, да. Я могу показать, как у меня сильно изменилось, вот как только я поменяла направление, как резко изменилось мой доход. Вот я в прошлом месяце заработала 71 доллара, позапрошлом месяце 73 доллара, вот. А год назад в эти же месяцы я зарабатывала 1000 долларов. На 70 долларов можно прожить в месяц? Тут даже не надо говорить о том, что кто-то какой-то злобный, понимаете, и обвинять в чем-то. Потому что нас обвинять любят. Ребят, ну вы готовы содержать? Сегодня столько блогеров, вы готовы всех их содержать и поддерживать? Это неправильно. Зависеть от помощи зрителя – это тоже неправильно. Потому что зрители сами теряют работу, у них у них денег мало, ну и чего. То есть, понимаете, вот этот вопрос, он не обсуждается, потому что вроде как считается неправильно считать деньги, да, и все такое прочее. Но, извините, это ключевой вопрос. А на что существует канал? Почему этот канал продвигает те или иные темы? То есть, я часто вижу, что многие блогеры искренне включаются в борьбу, искренне что-то хотят донести. Потом у них начинают получать, у них растет, выстреливает, растет. И я смотрю, как они уже одни и те же темы берут. Чем страшнее заголовки, тем лучше. Но это сразу хайп, и я сразу понимаю, идет заработок. Идет заработок. И человек говорит, ну, Свет, я же должен на что-то жить. И я его тоже, и с этой точки зрения, я понимаю. Но у меня, допустим, такой момент, что деньги пахнут. А я говорю, а ты понимаешь, какое зло ты сейчас творишь? Ну вот у меня был один разговор с очень известным блогером. Я считаю, ну вот, для меня была очень неожиданность, потому что я считала, что это порядочный человек. И сейчас я считаю, что это порядочный человек. Просто люди могут заблуждаться, читая комментарии очень многих пользователей, ну, обидные в свой адрес, да, понимая, когда ты тратишь собственное время, когда ты тратишь собственные силы, собственные деньги на то, чтобы что-то донести, что-то сделать, просто даже организовать свой канал, да. Вот. И ты получаешь какие-то оскорбительные постоянно выпады в свой адрес, конечно, кому-то становится обидно. И у кого-то может быть, да, ну и чё я, ну вот я ради них, что ли, буду вот это всё терпеть, не зарабатывать, ещё чего-то. Это же нормальная психологическая человеческая реакция, да. Вот. И такой человек, ну и что? Они хотят, чтобы их сталкивали вами. Они хотят вот это вот, им нравится. Понимаете, вот проблема-то в том, что сегодня большинству нравится пребывать в негативе, нравится кидаться какашками друг друга. Вот мне кажется, вот это более страшно. Вот это известная и извечная тема, что для людей всегда нужно хлеба и зрелищ, что называется. И в этом смысле, как бы, инфополе – очень благодатная среда для этого. Так получается? Да. Абсолютно право. И, соответственно, вот эта вот система монетизации, да, канала, про которую ты говоришь, то есть она тоже какой-то, каким-то образом, она провоцирует людей хайповать, она провоцирует людей наживаться на каких-то там грязных темах, не добро нести и свет, и просвещение в народ, да, а именно перемалывать вот эти вот, перемывать кости. Ну, самым хайповым, что называется, темам и самым топовым на сегодняшний момент, а сейчас в условии гибридной войны, этих тем хоть отбавляй. И каждый может выбрать свой сегмент, каждый может выбрать свою какую-то повестку. Сейчас очень много развилось от блогеров-медиков, да, очень много развилось от блогеров-политиков, очень много развилось там всяких там социологов, психологов. То есть люди выбирают какой-то свой сегмент и начинают на этой теме, ну, тупо, грубо говоря, ну, торговать мордой. Так получается. Ну, я хотела бы сказать, что далеко не все. Давай вот, я не люблю мазать, когда мажут одной краской, да, то есть вот я всё-таки подчёркиваю, что индивидуально всё. У кого-то такие подсылы, как ты рассказала, у кого-то другие, кто-то заблуждается. Мы же тоже вот не стали просвещенными, да, вот лично я. Я тоже прошла свой путь ошибок и свои, как говорил, университеты. Поэтому тут сразу видеть плохое я бы не стала. Другое дело, что да, но это вопрос уже нравственности, нравственности того человека, его внутренней этики, его принципов, по которым он живёт. И здесь просто общий уровень нужно поднимать, понимаете, потому он же собирает толпы. Но если бы он не собирал толпы, он бы говорил о прекрасном. Ну, о прекрасном, как только я заговорила о позитиве или о чём-то новом, что мне интересно узнать. Вот, допустим, славянская культура. Вот мы все славяне, да, о славянской культуре много мы знаем. Вот я сама себе задала вопрос. Да никогда я этим не интересовалась. И понятия не мило, что это такое. Как только начинаете мне интересоваться, мне сразу говорят, ну, Света вас куда-то не туда понесла, что-то вы не туда, сразу мне там ярлыков понавешали. Вот опять же, мы говорим сегодня о человечестве, о человечности, о нравственности, о духовности. Говоря о духовности, невозможно не говорить о религиях, потому что, как правило, религия всегда отвечает за духовную сферу, да. То есть ты касаешься этого вопроса, ты пытаешься в этом разобраться. Я родилась в Советском Союзе, я была комсомолка, я воспитывалась в атеистических этих, и для меня всё, что касалось религии, это был мрак, опиум для народа и всё. Но оказывается не так, всё просто и так однозначно, да. И это тоже вопрос об объединении. Это нужно знать, как мне кажется, и понимать, чем живут эти люди, если мы пытаемся, если мы хотим их объединить. У нас сегодня объединение, всё идёт против. Вот против вакцинации, против Путина, против ещё кого-то, да, там, против ковида. А за что? Одни за православный социализм, за другие за Маркса и за коммунизм, третьи за либеральный фашизм, да, четвёртые там за капитализм продолжают. Ну, то есть, вот у нас нет объединения за, у нас вообще нет такого видения будущего. Вот у нас всё видение будущего опирается в СССР. Ну, я имею в виду, вот русскоязычное население, граждан бывшего Советского Союза, понятно, что мы не берём сейчас другую часть мира, да. Хотя, если взять, кстати, другую часть мира, вот не мои путешествия, это ещё один мой университет, и я считаю, что они мне гораздо больше дали, чем реальная учёба где-то, да. Потому что, допустим, когда я была в Индии, там, вот я разговаривала с таксистом, он где-то моего возраста, то есть он родился, когда ещё был в СССР, и он как раз был молодым человеком, когда СССР разрушился. Вот он мне сказал, говорит, вообще вот мы раньше, все для нас СССР, это был вообще вот предел мечтаний, попасть в СССР на учёбу. Это просто, ну, самое высшее пилота, что могло быть. Мы так вообще стремились в СССР учиться, на медиков, на технических специальностей, то есть это вообще было супер-путер. Вот, а сейчас вас не стало? Ну, а куда, да? Ну, вот мы стали смотреть на американские, на китайские, там, ещё на какие-то лозы. Ну, то есть, понимаете, то есть нам-то всё кажется, ой, да, СССР, совок сегодня кто-то так вот, да, что всё плохо было. А на самом-то деле в мире-то по-другому смотрели во многих странах на СССР. И даже в Австралии. Вот я когда была в Австралии, я помню, меня, мои хозяева, у которых я жила, они возраст у моих родителей, они меня спрашивали, как люди жили в СССР, действительно ли они получали бесплатно квартиры. Я говорю, да, ну, я рассказывала. И они так, ну, то есть, типа, им не врали, да, я что-то заговорила про дачи. Ну, вот у нас, что, 6 соток, вот, он говорит, у вас земля бесплатно, 6 соток, я говорю, ну, даже может быть и больше, ну, наделяли это по 6, но может быть и больше. Для них это, даже сегодня, предел мечтаний, нет у них земли, а даже если у кого есть земля, ещё надо специальное разрешение, чтобы помидоры выращивать. Вот у меня мой хозяин, Андрей, в катке, в одной, как цветочек, помидоринку выращивал, прятал её, чтобы никто не стукнул, что он выращивает помидоры для себя. Можете себе представить маразм? Понимаете? То есть мы сегодня не осознаём, вот я 5 дней на даче провела, мы не осознаём, что вот мы практически маленький кусок земли, 6 соток, но это моя земля, где я могу что-то вырастить и прокормить себя. И просто, что у меня есть земля, понимаете? У нас это, ну, для нас это само собой разумеющееся. А для основной части мира это далеко не так. Да даже вот просто купалась в речке. Вот я покупалась в речке, думаю, как хорошо, какая благодать, никаких немарий не надо. И стала думать, а где люди ещё могут так свободно, бесплатно и безопасно покупаться в речке? В Европе? Вот ты живёшь в Европе. Скажи мне, много бесплатных озёр, речи, где может человек покупаться? Я тебе хочу сказать, когда я сюда приехала из Белоруссии, да, для меня вообще многие вещи были шоком. Вот на самом деле. И когда вот в Беларуси начались какие-то там эти революционные настроения, я в голос громко кричала. Ребята, говорю, вы даже не понимаете, куда вы идёте и что вы можете потерять. Вот люди этого не понимают. Например, в Польше, в Польше, и вот про 600, так я тебе хочу сказать, во многих воеводствах запрещено использовать воду для полива. Вообще поливать нельзя. В Америке это уже запрещено очень много каких штаток законодательно. И люди для того, чтобы хоть что-то как-то не сосокло, они ночью под страхом там сумасшедших штрафов чего-то там поливают. И это вот наша действительность на самом деле. Вот действительно, мы многое не ценим того, что мы можем потерять. В Литве, например, я тоже первый раз увидела водоём, который написан там «Частная территория» по-литовски. Я вообще не поняла, как-то частная территория, лес и вот тут вот озеро. Мы не могли к нему подойти. В лесу как-то ходить там ещё чего-то, а к озеру тоже не имеешь права подойти. Всё. Она уже... Я говорю, а как можно озеро продать? Вот как это же недра? То есть я вот выросшая там, да, в Беларуси, в это же время, да, вот с ровесниками здесь, в Литве, я понимала, что мы на разных языках на многие вещи смотрим и на разных языках говорим. Конечно, а даже там, где река принадлежит, ну, как бы, вот, допустим, взять Бразилию, Амазонию, да, самая большая в мире река, там всё такое прочее, а там не искупаешься. Там пирани, кайманы эти, как анаконды и ещё куча всего, да, то есть там вот ножки не пополосишь, грубо говоря, то есть окунулся быстренько и всё, не поплавал. То есть вопрос о безопасности. И тоже побережье, если взять, там акулы, и в Австралии тоже акулы, аллигаторы, то есть, а у нас караси и щуки. Ну, то есть я говорю, я вот просто, до меня вот так вот, я просто, я говорю, гуляла вот в эти выходные, думаю, вот у нас народ реально не понимает, мы не понимаем ценности того, что имеем. То есть вот просто, и мы, и самое главное, мы это не бережём. То есть посмотрите на наши водоёмы, какая там грязная вода, сколько мы всего кидаем в лесах, сколько мы всего оставляем на берегах этих рек, это же всё смывается. Мы этим не дорожим, мы это не ценим. И я вот даже не знаю, как тут людям, вот я говорю, я как раз против железного занаса, я за то, чтобы только люди не путешествовать, не в пятизвёздный all-inclusive отель ехали, где всё для них, и это искусственно созданный мир, а чтобы они путешествовали, вот как я путешествовала, самостоятельно, да, и видели изнанку. И тогда они начнут ценить то, что они имеют, они начнут сравнивать. И я видела, как молодые, когда вот эта возможность путешествовать появилась, как молодые наши люди уезжали в Америку, там ещё, работали там программа Walk'n'Travel, а потом работали там где-нибудь в Макдоналдс и ещё, а потом сказали, не-не-не, мы посмотрели, у нас лучше. Вот меня это, например, во многих радует, а у многих я наблюдаю до сих пор иллюзию, что на Западе всё прекрасно. Но если в All-Inclusive ездить, то, конечно, прекрасно, не вопрос. И, знаете, это они очень многие путают туризм и эмиграцию, это же уже, ну, избитая фраза. На самом деле, когда вот начинают говорить о каких-то свободах, которых нет там вот в Беларуси, там, да, и в России, а есть где-то в Европе, это люди, которые... Говорят не только о том, что они никогда не жили здесь. Вот они побыли, они потратили там выделенные деньги на отдых, у них всё красиво, всё хорошо, они уехали домой. На самом деле, когда здесь начинаешь жить, ты понимаешь, что когда ты сравниваешь немецкую зарплату, ты не сравниваешь немецкие расходы. И когда ты начинаешь это сравнивать, ты понимаешь, что ты... За газ, за тепло. Да, да. Вот я отберу в Литву, если, например, кому-то интересно, вот в Литве за двухкомнатную квартиру, в Вильнюсе мы платим, зимой вот мы платили 200 евро зарплата сейчас в Литве 600-700 евро, они говорят, там, средний. Кассирная в магазине он получает 400-500 евро, с коммунальными платежами в 200. Продукты все гораздо дороже. Ну, всё остальное тоже, сфера услуг намного дороже. То есть получается, что и пенсии, пенсия, у меня, наверное, в Северном Севпрове пенсия 250 евро. Вот, а если коммунальные 200, и вот так вот пенсионеры выживают, и когда начинают говорить, у нас всё плохо, там, я беру, вот славянская, да, вот эта наша там территория, а вот там где-то хорошо. То есть люди пребывают в каких-то идиотских иллюзиях, которые дома пора расстраиваться, потому что, ну, в самом деле, это бред. Вот когда они начинают вот эти какие-то вспышки происходить в государство, они начинают там думать, что где-то царство справедливости есть, а его нету нигде. То есть почему, говорю, про позитивную повестку? Да потому что неважно, где ты живёшь. Я вот Эглитвежева, в общем, говорю, а что ты назад не возвращаешься? Говорю, у меня как бы муж здесь живёт, а почему? Говорю, мне и здесь хорошо. Говорю, мне и в Белоруссии было хорошо. Говорю, мне, ребята, здесь хорошо. Потому что я, например, концентрируюсь на том, что мне хорошо. Я говорю, я не замечаю там, где-то там что-то плохо. Говорю, ну вот, ну вот, если ты начинаешь думать вот таким вот образом своё мировоззрение формировать, то получается, что везде, по большому счёту, можно жить и везде хорошо. Конечно. Везде хорошо, где нас нет, как говорится. Нет, вот это именно что, вот это вечное нытьё и стонание, если вам что-то не нравится, пойдите и делайте. Если вы можете не в одиночку, найдите единомышленников, начните объединяться. Вот сегодня все стоны, ой, всё, нас в концлагерь загнали. Кто вас загнал? Швак? Грин? Ну, они вдвое, ну, пускай их там 20 с охранниками, да? Опять же, охранники, ну, они что, ребят, нафига вам эти задницы охранять, да? Ну, то есть, кто реализует эти планы? Сами люди, боясь выступить, даже не против, а боясь защищать защищать свои собственные права, потому что сегодня законодательно человек защищён, он может защищать свои права. А у нас, правильно, в коллективе, коллективов не осталось, и поэтому все боятся, что его уволят, потому что прекрасно знают, что как только он начнёт что-то делать, да, никто за него не вступится, никто не пикнет, каждый займёт позицию, моя хата с краю, мне нужно детей кормить, и всё. А кто-то ещё настучит, кто-то ещё поможет, и кто-то что-нибудь подпишет, какое-нибудь заявление, как вот меня увольняют, да, потом будут извиняться, Света, нам детей кормить надо. Вот. Ну, и сегодня, когда вот заступиться за вас уже некому, и вас заставляют сделать то, что против вашей воли, но вы вспомните, может быть, вы когда-то промолчали, может, когда-то ваша хата сбыла, вы изжили тех людей, которые способны были бороться, а теперь ноете, что же делать? Ну, извините, ноги в руки, и сами давайте работайте, исправляйте свои собственные ошибки. Нет сил, нет и силы воли, нет желания, да, ну, извини, тогда прими то, что тебе предлагается, ты это заслужил, и это справедливо. Если ты наблюдаешь и не участвуешь, когда, как творится несправедливость, и ты этому своим молчанием подпорствуешь, но тогда наказание неизбежно, и это тоже справедливо. Несправедливость наступает, если ты молчишь. Ну, и если у тебя вот что-то не так, ты задай себе вопрос, а почему ты сегодня оказался в этой ситуации, что у тебя не так? Вот я лично так считаю. Ты сказала слово «свобода», я вспомнила Юлину тему, мы немножко от неё ушли, я так люблю поболтать, тем более мне предоставилось, возможно, обычно я сижу и слушаю, а тут наконец-то мне дали слово поболтать. Вот, вот спасибо девочке. Вот, ты как раз, мы говорили про интернет и про то, что вот канализируют, и ты говоришь так, вот, казалось бы, да, вот свобода слова, это называет, то, что сегодня интернет представляет, если вернуться к нашему разговору чуть раньше, это, собственно говоря, свобода слова по западному, да, по либеральному. То есть ведь, пожалуйста, нам никто не затыкает рот, пожалуйста, говорите, чего хотите. Вот, другое дело, что будут создаваться именно такие правила, допустим, заработка на Ютьюбе, что ты будешь вынужден говорить на ту тему, которая нам интересна, и мы ее с удовольствием будем оплачивать. Ведь даже сама тема, вот я делаю разные ролики, да, там есть монетизация, и монетизация идет за рекламу. И, соответственно, если, может, монетизация, может быть, за тысячу коммерческих показов может быть 20 центов, а может быть 5 долларов 20 центов. Понимаете? За одну и ту же тысячу показов ощутите разницу. Может быть и 5, может быть и 10 долларов, а может быть и 10 центов. Понимаете? То есть, и ты делаешь работу одинаковую, но если ты делаешь на позитивную какую-то тему, если где-то ты где-то включаешь людей, чтобы они понимали, как они манипулируют, ну будешь ты получать 10 центов за тысячу показов. То есть, тут же тоже вопрос в том, что создается правило, все свободно, все в рамках свободы и демократии. Мы всем дали слово. А то, что ты не популярен, но работай над собой, мы тебе порекомендуем, что делать популярно. Вот у меня сразу в связи с этим возник вопрос такой. Да, вот мы сейчас в основном пользуемся теми платформами, которые, ну, прямо скажем, да, западные, да, либеральные. Так значит, может быть, есть смысл свои платформы создавать и на этих платформах, на своих условиях показывать тот контент, который более близок, который более необходим нашему обществу, чтобы не позволяли манипулировать нашими людьми, сознанием наших людей, нашего общества и не уводили ни ментально, ни политически, ни как-то там еще какую-то другую сторону, которая нам абсолютно не выгодна. Вот, может быть, есть смысл сосредоточиться на создании своего, своих платформ, как ты считаешь? Спасибо тебе за вопрос, на самом деле актуальная тема. Я с тобой согласна, что, конечно же, нужно, но вот это, я хочу как раз сказать, что бесплатный сыр бывает в мышеловке. У нас многие люди все бесплатно получают. Они вот сейчас бесплатно получают информацию, они хотят бесплатно учить у кого-то чему-то. все-таки то, что мы сейчас говорим, это относится к интеллектуальному труду, то, что мы даже сейчас делаем, это интеллектуальный труда. У нас не привыкли за это платить. У нас любят все это получать бесплатно. Вот смотрите, к вопросу, как создавался YouTube. Компания Google достаточно длительное время вкладывалась в то, чтобы создать эту платформу, чтобы набрать туда миллиарды людей, чтобы запустить, организовать такие сервера, чтобы можно было туда закачивать кучу информации. То есть это же все огромных денег стоит. Это же не просто так, взял, написал программу, запустил, и оно заработало. Это требует колоссальных положений, причем не в один год, а на протяжении лет 20, как минимум. И работы достаточно большого штата сотрудников в разных странах. То есть это глобальный проект, который реализовывался. конкурировать с ним могут только такие же глобальные проекты с такими же деньгами. Сегодня, когда мы говорим о транснациональных компаниях, которые, кто вырастил эти компании цифровые, на каких деньгах они выросли, ни одно производство, ни одна реальная экономика такой не вырастет, правильно? У государства таких средств нет, это большие средства. Опять же, наверное, неправильно говорить, что у государства таких средств нет, при правильной государственной политике наверное нашлись бы такие средства. Но при той политике, которая у нас была, а зачем нам тратить на развитие, если есть? Это же мы же сегодня по Гайдару живем. Зачем нам свой автопром и зачем нам своя авиационно-строительная отрасль, если мы можем купить Боинги или там Эйрбасы, и тут тоже так же зачем нам создавать, у нас такая политика была, зачем нам создавать, если уже кто-то подсуетился и Ютуб создал. А Ютуб пришел, захватил, всех приучил, всем понравилось, предоставил возможность зарабатывать людям по всему миру, предоставил возможность людям высказываться. И все, альтернативы это не создавалось, никто над этим не работал. А самое главное, что даже те, кто сейчас работают, вот допустим, Рутюб начали создавать, я завела там свой канал, пожалуйста, подписывайтесь, кто хочет, у меня там один подписчик, мой друг, но я туда уже даже ничего не публикую, потому что я начала туда публиковать, я решила, к примеру, залить туда ролики по исторической теме, так там нет раздела истории, там есть раздел вот всякие эти покупки, шоппинг, там еще что-то, развлекалов, развлекалов, а вот я несколько роликов загрузила, и я понимаю, что, а куда я их привяжу-то, там есть один большой раздел, другое, то есть вот сваливайте туда все, понимаете, то есть, ну и цена, и сколько там просмотров этих роликов, ну, то есть, ребят, то есть, мне нормальный контент выложить туда некуда даже, то есть развлекалов, пожалуйста, а какие-то серьезные темы, я даже не знаю, к чему их привязать, к какой тематике, кто сегодня знает про этот YouTube, кто им реально пользуется, то есть знают там, может быть, и многие, но кто реально чего-то там смотрит, понимаете, посмотрите, какие блоги, кого там сегодня раскручены, это вопрос о том, что вот я готова, я чувствую, что YouTube будут закрывать, во всяком случае разговоры такие идут, да, я ищу альтернативную площадку, Яндекс, эфир, это вообще, там черт ногу сонится, там не разберешься, это очень неудобная платформа, и точно так же непонятно, как там происходит модерация, если мы говорим уже о технических вещах, да, там и так далее, то есть это, это прежде всего неудобная платформа, непонятная платформа, вот, и, казалось бы, уже есть пример, можно же воспользоваться чужим опытом и исправить ошибки, вопрос, кто делает, кто платит деньги, тот и заказывает музыку, даже если в нашей стране будет создаваться альтернативный такой проект, но те люди, которые сегодня стоят у власти, вряд ли будут спонсировать наше с вами посвящение. Тогда мы пойдем, возможно, другим путем, может быть, есть смысл создавать сообщество блогеров, которые, скажем так, постулируют позитивную повестку и позитивный сценарий будущего, которые не играют в эти игры с ковидом, не играют в эти игры с манипуляциями, не пытаются заработать на хайпе, а которые, которые реально, ну, за идеи, которые, у которых есть идея и которые хотят на эту идею обратить общественное внимание. Может быть, есть смысл тогда объединяться и сотрудничать и работать как-то вместе, потому что ты правильно сказала, что у нас вот этот вот процесс сепарирования, скажем так, да, отделения, атомизации общества и очень сильно проявился. И ведь у каждого человека есть свой контент индивидуальный, который он смотрит и который он потребляет. У каждого человека этот контент может быть абсолютно не похож. Поэтому мы языка общего-то найти не можем, потому что смотрим разные, как бы говорим о том же, об одном и том же, но потребляем разные контенты. Может быть, есть смысл как-то объединить усилия и сотрудничать, учиться работать вместе? Что ты думаешь по этому поводу? Я всегда обеими руками за сотрудничество и объединение позитивных и конструктивных сил. К вопросу о контенте и что сегодня в интернете. Я тебе скажу так. Ты знаешь, я вот не просто сама изменила свой контент на своем канале. Я могу сказать, что все эти 300 каналов, на которые я подписана, я практически перестала смотреть. И самое главное, я начала интересоваться другими вещами и обнаружила для себя, как много в этом мире всего, что было за рамками моего взгляда, моего зрения, видения. И как на самом деле интересен многообразный мир и сколько мы всего не знаем. И сколько, оказывается, информации сегодня существует, ее можно найти при желании. Но тебе даже мысли зачастую не приходят в голову, чтобы поинтересоваться этим, потому что тебя все время возвращают в эту повестку. и везде тебе выскакивает эта повестка. И если мы поговорим, вот открою ролики всех этих каналов, на которые, ну, одни и те же люди, вот я поскольку интервьюирую людей, да, я понимаю, что они говорят одно и то же. И найти людей, которые бы меняли риторику, вот ситуация изменилась, пространство изменилось, время изменилось, они все одно и то же. Ладно, хорошо, может быть, они действительно говорят одно и то же, это важно и полезно повторять, чтобы это уложилось на повторение мать учения. Я только за. Давайте только посмотрим, что контент того, что говорится. Критика власти, 90 процентов. Вопрос, ответ на вопрос, что делать, не звучит в принципе. Ответ на вопрос, как мы будем объединяться и с кем мы будем объединяться, звучит, но по-разному, да, потому что у всех свои стратегии. Я говорю, ну коммунисты вроде как сегодня готовы объединиться с христианами, но вряд ли это устроят атеистов, мусульманов, мусульман, старообрядцев или еще. Но опять же, я не знаю, устроят это или нет. Меня лично не устраивает такая конструкция. Я вот лично против православного, социализма, коммунизма и так далее. Ну, христианского православия. Вот понимаете, опять же, вот для меня слово православное еще там несколько месяцев назад я подразумевала, сколько вот это РПЦ, сейчас я уже понимаю, что под православием многие люди понимают там православище, это люди ведической культуры, которые были дохристиан. То есть слова-то мы все говорим одни и те же. Что касается объединения, я тебе могу сказать, ну ты, во-первых, сама сказала, что не так много таких выборов. Опять же, я же не знаю, я могу сказать точно, что если я дальше буду продолжать в том же духе, то я просто, наверное, скоро закроюсь, потому что, ну, вот научи меня, жить на 70 долларов. К вопросу о том, что в Европе все дорого, да, но и у нас, к сожалению, вот эта разница, если она раньше была, сейчас она все-таки сокращается, зарплаты не растут, а цены, тарифы растут кратно. И поэтому сейчас вот эта разница уже не так ощутима, как была раньше. Вот. вот я сейчас, вот последние полгода живу на то, что я смогла заработать и сэкономить, не потратить в прошлом году. Ну, давайте вот честно, да, я вот думала, говорить-то, не говорить в эфире, но к вопросу о деньгах, я говорю, этот вопрос не поднимается, но я, вот у меня осталось чуть-чуть, до конца года я протяну, но дальше, если я не буду зарабатывать, я на что-то должна жить, я на что-то должна жить, просто, просто, чтобы купить себе очередные джинсы, чтобы выйти в магазин в этих джинсах, да, чтобы заплатить за интернет. То есть, это же, это же, я же говорю, не надо думать, что блогеры все плохие и все за заработком, но, извините меня, вы на работу пойдете, если вам будут платить 7 тысяч рублей в месяц, и то не гарантированно. То есть, я говорю, я 70 долларов заработала, и в конце месяца за апрель, за май, я вот сейчас в конце месяца получу 140 долларов. Так я уже три месяца прожила. Многие зададут вопрос, на что я живу, еще раз говорю, вначале, когда я два года работала бесплатно, меня спонсировала моя собственная семья, я заплатила 50 тысяч за то, чтобы купить компьютер, который более-менее тянет программу, которая монтирует видео, ну, более-менее прилично, да, я потратила деньги на камеру, я потратила деньги на штатив, я потратила, ну, на оборудование денег, да, и два года я все эти деньги взяла из семейного бюджета. Вот в прошлом году я заработала деньги, и я могла их вложить в семейный бюджет. Ну, собственно, они, как бы у нас такой бюджет, вот он, они лежат и лежат, да, вот в этом я изменила политику канала. Я стала зарабатывать 90, 100, 70, 120, 150, ну, вот так вот, больше 200 я не зарабатывала, да, я, соответственно, беру опять эти деньги, я беру те деньги, которые я заработала, и я вот сейчас на них живу, но я прикинула, вот так вот скромно, я могу еще протянуть до конца года. Просить деньги у своих зрителей, я ни разу не просила деньги у своих зрителей, и я не хочу этого делать, потому что я, во-первых, хочу быть независимой и свободной в своих высказываниях, да, я не хочу действовать на потребу публики, я не хочу чувствовать себя обязанной, что я взяла деньги, я, значит, что-то там должна делать, да, я хочу, вот, я знаю, что независимость и свобода, настоящая свобода, это самое дорогое удовольствие в жизни, потому что вот ты за это платишь. Когда я изменила политику компании, когда мне много чего выблеснули зрители в комментариях, я только перекрестилась, не будучи верующей, да, и сказала, слава Богу, что я ни у кого не взяла денег ни разу, потому что вот именно эти люди, если, не дай Бог, они бы там 50 рублей перечислили бы, тут вони было бы в десятки раз больше. Давайте вот, понимаете, мы всё время ищем, вот, я лично считаю, что наша жизнь не изменится к лучшему, если сами люди не начнут меняться к лучшему, понимаете, объединяйся, не объединяйся, то есть, как бы, почему сегодня негатив превалилил? Людям это нравится, людям это не надоело, я сама на них удивляюсь, и я вот думаю, может быть, не надо париться и вообще нервничать, да, хотят они болеть, хотят они пребывать в этом негативе, это их жизнь, они взрослые люди, они свой выбор сделали. У нас какая-то такая ещё инфантильность, нам всё кто-то должен, государство должно, правительство нам должно, блогер нам должен, вот всё время мне, да, вы нам должны чего-то, я от вас не ожидала, вы меня разочаровали, а с какой радости я вам должна, когда, в какой момент я вам задолжала? Вот вы тут платные курсы анонсируете, а нет, чтобы людей бесплатно обучить, но так говорят люди, которые вообще только потребляют, которые в своей жизни ни разу ничего не сделали за бесплатно, я говорю, у меня вопрос, а вы много, вы много трудитесь бесплатно, вы много, вот сколько, какой процент от результата своего заработанного вы отдаёте людям на благо общества? Вот вы лично, сколько вы посвятили времени личного на то, чтобы просветить кого-то, на то, чтобы пойти очистить нашу планету от грязи, да, ещё что-то, кому-то делать финансовую помощь, это же может быть разная помощь, но сколько лично вы тратите, делаете бесплатно, какое вы имеете право, как правило, такие люди ничего не делают, вот, какое вы имеете право требовать чего-то бесплатно, бесплатный сыр, вот возвращаясь опять же к Литю, вот он бесплатный сыр, вот вы получали бесплатно, вот мы сегодня имеем, за бесплатно мы имеем, что нас разделяют, нас канализируют, нас радикализируют, альтернативный нет, а те, кто пытается говорить, нас просто замалчивают, нам не мешают говорить, пожалуйста, говорите, но вас увидят, ну какая-то горстка, маленькая людей, это вообще для нас, это даже не статистическая погрешность, для нас это, в принципе, незаметно, и я считаю, что здесь нужно меняться общество и каждому человеку в отдельности, и вот спасибо как раз 2020 году, он привел все человечество к этой черте, вот я тут на 22 число хотела, даже записала свою передачу, но зная, что у нас будет интервью, не стала ее выпускать, вообще у меня своих не выпущенных передач гораздо больше, чем выпущенных, ну вот смотрите, 22 июня, 41 года, началась война, ну вы как в Белоруссии, конечно Брестская крепость в первую очередь, да, и давайте вот о Брестской крепости, да, ну уже были взяты и Смоленск, и Минск, они сражались, никто не знал о том, что они еще держатся, да, но вот они понимали, что они должны держаться, опять же, как дрались именно пограничники, ведь Гитлер издал приказ, чтобы солдат с зелеными пятистами не брать в плен, пограничников, именно вот пограничников вообще в плен не брать, они стояли за свою землю, за свои семьи, они точно, как бы, у каждого есть своя малая родина, вот у тех людей еще было чувство земли, вот этой привязанности к этой земле, ну, ведь за свое государство, за родное, стояли, потому что по-другому не могли, вот сегодня, сегодня я лично считаю, что такая граница проходит внутри каждого из нас, вот сегодня каждый из нас пограничник, и вот если вот это принять концепцию, что граница внутри, и вот то, что ты делаешь, ты либо защищаешь эту границу, либо сдаешь, потому что сегодня тебя принудительно вакцинируют, кто тебя принудительно, тебе дуло пистолеток приставили вместе с уколом, нет, у тебя есть ли бы уволиться, уволиться и пойти поискать другую работу, может быть, ты счастлив будешь, может быть, ты наконец-то бросишь эту ненавистную работу и найдешь себе применение, научишься чему-то новому, и может быть, найдешь свое место в жизни, а ты сегодня боишься потерять работу, потому что тебе детей кормить надо, но вот уже сегодня такая ситуация, что сегодня детей твоих прививают, и мы сегодня видим эпидемию детского диабета, мы видим сегодня эпидемию аллергии, астматика, паутистов, у нас уже целая программа «Доступная среда», потому что у нас растет количество детей инвалидов, вам скоро кормить некого будет, вот мне хочется сказать, люди, очнитесь, сегодня хватит быть инфантилами на уровне пятилетних детей, что все вам должны, вы взрослые люди, начните объединяться в коллективы, вы же с этими людьми работаете каждый день, вы же их знаете, что вам мешает вместе выйти и протестовать против незаконных действий работодателя, опять же, хорошо, пускай работодатель всех уволил, а те, кто приходят, задают вопрос, а почему вы набираете на работу, что случилось с предыдущим сотрудником, и когда он узнает, что все были уволены, потому что выставали, он говорит, извините, я у вас работать не буду, я проявлю солидарность с этими людьми, все просто, вы думаете, всего, дело в том, что смотрите, 80 лет прошло с момента, вот, 80 лет прошло с момента нападения на СССР, прошло два раза по 40, поколение победителей сначала умерло, потом практически вымерло, уже сегодня практически вымерло поколение их детей, которые еще помнили и голод, и как это тяжело давалось, а все остальные, все блага получили, не зарабатывая, не трудясь, не борясь за них, уже всем привычно, что высшее образование бесплатное, и оно для всех должно быть, как это так, медицина, а вы чего сделали для того, чтобы это ваши деды и прадеды за эту жизнь многие положили, они жили в бараках, они трудились, извините меня, вспомните папку Корчагину, сколько пота и крови вложено, чтобы сегодня по железным дорогам приездили и на самолетах летали, мы это не уберегли, и сегодня мы все ждем, мы это сдали, мы это сдали, и все ждем, что то правительство, которым мы недовольны, должно, что-то для нас делать, это вот, люди, у вас в чем в голове, это вам сколько лет это вообще, или нам кажется, что вот оказывается там Байдена или кто там, не важно, американские элитеры будут заботиться о нас лучше, вот я так рада, что в 2020 году вот это все случилось с выборами Трампа, и вообще не только в 2000, хоть люди посмотрели, на самом деле все эксперименты, которые сегодня предлагают человечеству над людьми, проводили на собственных американцев, на собственных же людях это все проводили, и люди до сих пор, некоторые не хотят этого видеть, до сих пор некоторые пребывают в иллюзиях, они забрались в свои домики, в свои ракушки, что вот скоро жизнь наладится, надо побыстрее перетерпеть, надо сейчас быстренько всем проакцинироваться, границы откроют, и мы будем жить как раньше, не будем мы жить как раньше. Вот мне кажется, основная проблема именно в этом, потому что блогеры там могут объединиться, объединиться, но на что они жить будут существовать, это нормальный вопрос, понимаете, даже войну, даже на войне людям платили зарплату, вот военные, мы уже платили зарплату, они же получали деньги, другое дело, как они ими распоряжались, а те, кто на заводах работал, сколько мы знаем случаев, когда человек сдал все свои накопления, и на это был самолет построен, или танк построен. Как распорядиться этими деньгами, человек сам решает, но человек должен получать за свой труд, а у нас сегодня, понимаете, такое потребительское отношение, что кто-то должен делать чего-то бесплатно, но если вы хотите все бесплатно, ну давайте я приду в магазин и возьму покушать себе бесплатно, я приду в магазин и возьму себе одежду, вот сколько мне надо бесплатно, я сяду в транспорт и буду бесплатно ездить, тогда я готова тоже трудиться бесплатно, понимаете, мне кажется, вот у нас проблема в том, что мы лозунги кидают все, это, и, ну, когда вот политическое участие идет, политическая компания, все такие заступники, защитники, ну, с нами как вот именно с недоумками, с детьми хотели-то, ну, мне кажется, пора вот уже ответственно брать жизнь в собственные руки и нести ответственность, это к вопросу и о блогерах, и к вопросу о пользователе, когда вы пишете комментарии ответственные за свои слова и, соответственно, за действия, мне кажется, вот лично я для себя и никому не навязываю, это мое сугубо личное мнение, я сама себе для себя такие цели поставила, что, ну, во-первых, себе всегда планки повышать, да, и не требовать от людей того, что ты требуешь от других, мне мама всегда говорит, это ты слишком много людей требуешь, я говорю, я не требую того, чего я сама не делаю, вот, и я знаю, что это дается непросто, я здесь хочу сказать огромное спасибо, прежде всего, своей семье, своим родителям, потому что я сегодня такая, благодаря своим родителям, вот к вопросу о том, что работу терять не хочется, у меня мама в свое время, у меня родители такие, понимаете, у меня мама в свое время была директором службы управления персоналом очень крупного завода, предприятия Ярославля, и ее в один день уволили в Новый год, перед Новым годом, за два года до пенсии, что такое в начале 2000-х год потерять работу такого уровня, за два года до пенсии, я думаю, многим рассказывать не нужно, а в то время она еще как раз взяла суду на то, чтобы купить, она взяла суду на предприятие из черной кассы, на то, чтобы купить мне квартиру, не своему ребенку, я с тобой, у нее все равно ребенок, не важно, когда она уже была, купить квартиру. Когда ее уволили и сказали отдать деньги за три месяца, ну естественно, что он может человек из пенсионного возраста без работы, как он может отдать деньги за три месяца, когда он их прав на 10 лет. Естественно, продав квартиру или Но это, естественно, для нашей семьи. А вообще-то был другой вариант. Можно было пойти, броситься в ноги, забыть про свое человеческое достоинство, унизиться. Квартира была бы. И, собственно говоря, когда через несколько лет она встретила юристку из этой компании, она сказала, что Ирина Ефимовна, вы были единственным человеком, который отдал деньги. А уволили ее, потому что она, будучи на своем месте директора службы управления персоналом, не захотела убирать человека. Ну, ее руками хотели убрать человека, не строили ее. Она сказала, что она это делать не будет. Тогда убрали ее. Значит, основным и таким одним из... одной из задач людей, которые генерируют контент, я думаю, это повышение уровня сознания общества. Так получается? Своё собственное. Ты знаешь, своё собственное. Вот неправильно, я очень рада своей, признательна своей аудитории. Во многом меня мои же подписчики учат, да? Или направляют, показывают мне направление, где развиваться и над чем я еще самой поработаю. Давайте исходить из того, что мы все не идеальны. И не бывает идеальных людей, да? И не бывает идеальных стран и правительств. И я думаю, что здесь прежде всего человек... Ну, ты хоть одного человека воспитала в своей жизни? Вот. Вот всё-таки Макаренко воспитывал собственным примером. И мне кажется, здесь нужно просто всем, и журналистам, и блогерам, и простым людям, и политикам поднимать свой собственный уровень осознанности и нравственности. И своими делами показывать. И нормальные люди за этим потянут. Вот сегодня все ждут лидера. Все ждут какого-то лидера. А почему надо ждать? Почему вы не хотите становиться этими лидерами? Ведь один человек такую страну огромную не потянет. Лидеры-то должны будут на разного уровня, на разных местах. Сегодня, когда эти люди... Вот опять же народ ждёт этого лидера, но когда эти лидеры выскакивают, никто же за них не заступится. Если правильно, то есть редко когда за него заступятся. То есть нет поддержки. И, естественно, многие, кто хотел бы стать таким лидером, не решаются, потому что боятся. То есть, ну это так... Это вот... Я не знаю, может... Я не знаю на самом деле. Я не могу кого-то учить, если я сама чего-то не знаю. Я могу... Я вот на своём канале и говорю, что я сама прохожу определённый путь познания. И я провожу по этому пути вас. Я могу где-то блуждать. Я могу где-то заблудиться, ошибиться. Не вопрос. Меня мои подписчики очень часто и поправят. Мне, кстати, многие написали... Мне некоторые пишут, что пока вы сами чего-то не узнали, вы не имеете права... и не разобрались, вы не имеете права это нести в люди, ну как бы озвучивать. Потому что вы сами ещё не разобрались, и вы на самом деле только хуже запутаете людей и принесёте зло. Я думаю, что это тема, над которой тоже нужно задуматься. Это вопрос, всю ли информацию нужно выдавать. В какой пропорции позитива и негатива должно быть. Сколько нового должно быть в информации. Потому что когда вам сообщают что-то абсолютно новое, что вообще не укладывается в ваше сознание, у людей идёт отторжение неприятия. И эту новизму, оказывается, тоже нужно выдавать по определённым порциям. Всё время по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. То есть мы на самом деле работаем с информацией, не до конца понимая, что такое информация, и как её нужно подавать. И я это отношу прежде всего и к себе. И спасибо моим и подписчикам, и моим приглашённым участникам, которых я приглашаю на канал. Они меня сегодня наводят на эту мысль, и я для себя прохожу этот университет. Я пока ответ на этот вопрос не нашла. Мне кажется, становление, оно и происходит, когда люди же даются вопросами и пытаются сами самостоятельно найти ответы. У каждого свой поиск и у каждого свой опыт. И мне очень не нравятся люди, которые ждут готовых решений. Понимаете, не надо ждать готовых решений. Вот вы сегодня в этой ситуации, в этом пространстве, в этом времени, вы решаете эту проблему. Это ваша проблема. А у кого-то, может быть, и похожая ситуация, но чем-то отличается. И вам его опыт не подойдёт. То есть это, опять же, к вопросу самостоятельности и об ответственности. На самом деле, Света, мне кажется, ты делаешь очень важную на самом деле функцию, выполняющую задачу. И мне кажется, что вот благодаря тебе многие действительно понимают. Вот эти вещи многие понимают. Потому что ты очень искренняя, ты открытая. Ты учишься вместе со своими зрителями, со своими слушателями. И людям это на самом деле очень полезно. И я уверена, что там, конечно, не со 100 тысяч твоих подписчиков ровно 100 тысяч там прозрели, да, и думают так же, как и ты. Но огромное количество. Я думаю, что ты заставляешь их задуматься. Вот блогер, очень важную тему сегодня, на самом деле, подняла ответственность не только блогера или журналиста, да, аккредитованного, а ответственность любого пользователя интернета. Ведь комментаторы, которые тоже комментируют, они также формируют общественное мнение своими этими комментариями. Как могут там, знаешь, нести так же негативную повестку, так и позитивную. Им тоже нужно принимать какую-то ответственность за себя за свои слова. Я с тобой здесь абсолютно согласна. И все, что ты говорила, я вот тоже под каждым словом подпишусь, потому что блогеры, они ведь хайпуют не потому, что они только хотят деньги заработать, а не зарабатывают потому, что они выполняют запросы общества. Значит, общество действительно такое. А не было бы общество сознательное, и этот блогер никогда бы не прокатил в этом инфополе. Никто бы его не смотрел. То есть на самом деле мы все, пока мы не перестанем искать кумира, оборачиваться все время в поиске, открыв рот, а что он скажет, ничего не будет. Вот ты правильно говоришь. Ты своим примером на самом деле ты показываешь, как в принципе нужно действовать сейчас. Ты приглашаешь гостей в первую очередь для себя. Тебе интересно с этими людьми. Ты считаешь их нужными, полезными для себя в первую очередь. И понимаешь, здесь Вселенная, она так работает. Тебе это интересно. И найдутся те, которым это тоже интересно. Пускай даже три человека, пять, сегодня три, завтра 33. Понимаешь, это так работает. На самом деле это очень важно. Мы вот просто иногда, знаешь, в этом негативе постоянно варимся, мы не задумываемся о том, что вот эти законы природы, Вселенной, они настолько вечны, и они настолько правильно работают, идут по пути наименьшего сопротивления вот всегда, да. А мы ищем сложности всегда какие-то. А ведь, ну что здесь проще? Вот делай то, что тебе самому нравится, что ты считаешь нужен в связи там со своим внутренним этим каким-то стержнем. И все, и больше ничего делать не надо. Все остальное, вот природа, вот это пространство, оно за тебя сделает. Ну, мне-то кажется. А по поводу вот этого негатива, который мы сейчас там варимся, мне тоже кажется, что самое главное, чтобы каждый для себя не искал вот этого готового решения. Я абсолютно с тобой согласна. Их просто вообще нет. Готового решения для каждого. Мы все настолько разные, и для каждого будет свое решение, но нет их универсальных. Их просто не существует. И вот ты для себя должна, вот каждый из нас должен для себя это найти. И поэтому пока мы говорим то, что нам не нравится, мы на этом концентрируемся, но это в нашей реальности только это и происходит. Нам пора перестать каждому из нас, не важно, ты блогер, ты там повар, или ты там, я не знаю, кто там, сапожник, кто угодно. Ты должен сконцентрироваться на том, что ты хочешь. Вот что ты для себя и конкретно хочешь. На этом сконцентрироваться и идти в этом направлении. Вот сконцентрироваться на том, что заставляет себя улыбаться, чувствовать себя хорошо, а не жевать там кулаки в правильном каком-то гнире. Ну, потому что это все бесполезно, и тупиковый путь на самом деле. Мне кажется, что вот каждому из нас стоит начать собственную игру, вот какую-то приятную, захватывающую, неповторимую, она только такая, другой не бывает, и все тогда у всех получится. И у всех она будет другая. Ну, мы понимали, что мы идем просто в тупиковую, в тупик уже, в принципе, мы там уже находились. И выход должен был быть такой, который нас трясти должно. Вот мы записывали ролик с Александром Усанином, который тоже там мечтает о обществе человечности, действительно несет эту позитивную повестку. Он говорит, что движение вперед чаще всего – это результат пинка в зад. Это вот по-другому у нас не работает, к сожалению, на людях. Поэтому твои пинки, они более мягкие, да? Но ты тоже подталкиваешь думать. Я тебе очень, Свет, благодарна, на самом деле, что ты к нам сегодня зашла, на нашу девичницу участвовала. Я еще раз повторю, ты очень светлый, очень открытый человек. И я думаю, что вот за такими людьми будущее на самом деле. И ни в коем случае тебе нельзя прекращать свою деятельность. Я уверена, что появится, вот когда закончатся деньги, вот те, которые у тебя были отложены, появится какой-то новый проект. Я более чем уверена. Гораздо даже лучше, который тебе будет гораздо приятнее даже работать, он появится. Вот так это работает. Потому что ты просто вот, каждый из нас должен сконцентрироваться на том, что ему нравится. И вот спокойствие придет, устойчивость, бесстрашие перед завтрашним днем. Оно только так и работает. И вот когда мы совпадем сами с тобой, краями, у нас все начнет получаться. Вот Вселенная, она сама будет про это заботиться. Я с тобой согласна. Спасибо тебе огромное. Извини, я понимаю, что уже мы долго говорим, но я все-таки хотела сказать. Во-первых, чтобы ваши зрители и мои зрители, которые будут это смотреть, не поняли, что я жалуюсь. Вот. И я просто, может быть, сейчас, ну опять же, на собственном примере, чтобы не быть голословной, да, показала и другую сторону блогерства. Об этом все время забывают, об этом не задаются вопросами, но это надо знать, чтобы понимать, как это все работает, да. Я не жалуюсь. Спасибо тебе огромное, на самом деле. На самом деле, я как раз уже знаю, что я еще до конца не понимаю, как работает Вселенная, но уже имея опыт, я прекрасно понимаю, что мне сейчас не надо париться, надо отпустить ситуацию. У меня на сегодня, на полгода вперед, еще там, грубо говоря, ну, может, не на полгода, на несколько месяцев там хватит мне, да. И я сама себе сказала, Свет, а потом обязательно, либо проект какой-то случится, или еще что-то случится, я не знаю, каким образом придут мне эти деньги. У меня так было. То есть мне сами деньги с неба не падали. У меня просто создавалась ситуация, когда я могла заработать эти деньги и, соответственно, дальше жить. Вот. Поэтому здесь как раз вот я просто подхватила твою тему, что тут мы очень часто передавливаем, и мы все время вот в этом негативе денег нет, денег нет, денег нет, их и не будет. А надо проектировать именно, что вот чего я хочу. Не просто чего хочу, какие вот цели, да, потому что хотеть можно много. И что я лично, тут вопрос, ты хочешь этого, а что ты лично сделал для достижения этой цели? Насколько эта цель твоя, а не навязанная рекламой, да, потому что кто-то хочет новый гаджет, и это, вот он ему действительно нужен, или это навязанная реклама, это тебе вложено в подсознание, что ты с этим гаджетом будешь лучше? Это еще одна большая тема, вот, которую, конечно, мы можем, ну, я думаю, что уже об этом говорили неоднократно. И я на самом деле, еще раз говорю, и благодарна вам, что вы позвали, и своим подписчикам, и это такие университеты, я желаю и вам вот такого творческого, скажем так, вдохновения в вашей работе. Я вот, меня радует то, что становится все больше и больше людей, таких как вы, которые по собственному почину, да, вы, может быть, не берете это как работу, у вас есть основной доход, у вас есть основная работа, но вы выделяете время, вы этим заняты, вы не пришли и не успокоились. Вот сегодня многие хотят, оставьте нас в покое. Ну, слушайте, иди покойник. Вот кто в покое? Покойник. Вы реально хотите, чтобы вас оставили в покое? Извините меня, и в вечный бой покой нам только снился. И жизнь-то, я говорю, тут не просто жизнь другая у всех с нами, вот просто вы начните делать, и она у вас лично станет другой, она лично у вас станет более интересной, и это будет жизнь, а не выживание. С чего мы, вот знаете, я все удивляюсь, в какой момент люди вдруг решили, что жизнь должна быть легкой, что вот все должны только отдыхать и жить в комфорте. Вот у нас сегодня такое ощущение, что все, у многих, именно такое представление. А ведь жизнь становится постной, но вы же не едите все время ко лбу. То есть вот мне кажется, просто мы зачастую на какими-то вещами, на простыми вещами просто не задумываемся, и сами себе напридумываем сложность. А мне кажется, и мне очень хочется пожелать сегодняшним нашим зрителям именно уметь радоваться и ценить то, что сегодня есть. Вот мы с вами сегодня сидим, у нас есть куча времени, чтобы сделать, ну у Юли уже меньше, но тем не менее, да, чтобы сделать эту передачу и пообщаться, и доставить радость друг другу. У нас две руки, две ноги, голова. Мы можем работать и руками, и ногами, и головой. У нас есть близкие с нами рядом, да, которых можно поцеловать, обнять, посмотреть с ними кино, куда-то сходить, съездить в деревню, понимаете, пообщаться со своими родителями. У нас есть четыре стены, которые, наши стены, большие, маленькие, неважно, но у нас сегодня есть эта квартира. У нас сегодня есть холодная вода в нашем душе, и даже у некоторых горячую еще не отключили. У нас есть чистое белье. Вот этому нужно порадоваться, потому что миллиарды людей сегодня, этого не имеют. И это не значит, что я призываю жить так в нищете. Я призываю радоваться тому, что вы есть, радоваться этому дню, что вот вы сегодня проснулись, ура, я проснулся, я живу, солнышко светит. Мне кажется, даже погода за нас. Вот в том году, когда ограничительные меры вводили, погода была плохая. Лето было плохое. Я помню, я сидела за компьютером, и у меня только одна была отмазка, что, в принципе, погода в прохая, можно поработать. Вот сейчас хорошее лето, у меня не очень хочется работать, мне хочется позагорать, да. И погода сегодня за нас. Вот сейчас у нас опять идет нагнет. Давайте закончим тем, что все-таки, чтобы люди сохраняли спокойствие, потому что не безразличие. Мы не призываем к тому, чтобы вы ничего не делали. Но от того, что вы сохраняете спокойствие, сохраняете равновесие, вы адекватнее воспринимаете ситуацию. То есть сердце должно быть горячим, а ум должен быть холодным. Вы лучше понимаете, лучше реагируете не так эмоционально. И, соответственно, именно в спокойном состоянии вы принимаете более правильные решения. Опять же, сегодня столько слов сказано о здоровье и об университете. Вот и хотелось бы пару слов все-таки сказать. Иммунитет наш, это наша психика в том числе, наше состояние духа, наше здоровье. То, что мы видим отражение на теле, на физическом проявлении в теле, это проявление состояния духа, прежде всего, нашей психики. То есть это уже на низший уровень спуститься, если да, это проявление. Поэтому надо работать над этим. Поэтому нужно радоваться, нужно уметь вынимать себя из стресса, уметь остановить себя в своих реакциях, посмотреть на ситуацию с какой-то другой стороны, с позитива. На любую ситуацию можно посмотреть и с плюсом, и с минусом. Вот мне кажется, сегодня этому учиться. И просто учиться радоваться каждой минуте, учиться радоваться общению друг с другом, и больше друг с другом общаться. Вот сейчас лето, ягоды, клубника уже цветёт, трава у всех. Набирайтесь, набирайтесь витаминов, набирайтесь витамина D, солнышко, набирайтесь микроэлементов. Наши организмы, наша современная медицина, какой бы она суперсовременной ни была, не может сказать, каких микроэлементов нашему организму не хватает. Но наш организм создан так, что он всё знает, он всё опекрует. Поэтому ешьте сейчас как можно больше всего зелёного, полезного, фруктового, овощного, а организм это переработает. Приобретайте этот коммунитет. Не нужно бояться, что… Вот мне так смешно бояться, что кто-то заразит. Но с тем же успехом можно бояться, что он за сутка на голову упадёт, что вы подскажетесь зимой на невычащенных улицах наших городов. Но Белоруссии это меньше касается, в России это, к сожалению, больше, да? Ну, то есть, мне кажется, тут можно бояться, а можно… Мы выбираем, наверное, всё-таки жизнь. Извините, что я долго сегодня. Нет, Светочка, спасибо тебе огромное, на самом деле, за искренность, вот за какую-то, знаешь, такую душевность, простоту. Ну, огромное спасибо. Я очень рада, что ты к нам сегодня зашла. Я уверена, что это наша не последняя встреча, потому что, ну, нам приятно самим собираться. Я думаю, что кому-то будет приятно тоже нас посмотреть и послушать. Кому-то даже и полезно, наверное. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Всего хорошего.